Новости большого города на Средней Волге След за президентом губернатор Дмитрий Азаров выступил с ежегодным посланием к жителям региона и депутатам Как ли страшен зверь, как его молюет, узнали, чего стоит бояться, заграничного коронавируса или знакомого УРВИ Самара, мека спортивного туризма, марафон Соколий-Горы собрал лыжников со всего мира В Самаре появятся социальные карты, в школах будут преподаваться новый предмет, предприятие получит налоговый вычет Эти темы стали ключевыми в послании губернатора к жителям региона Дмитрий Азаров обозначил основные тренды и те возможности, которые государство дает для развития территории Самарская область, по признанию экспертов, наиболее эффективно использует механизм национальных проектов Но эти достижения только лишь точка отчета для реализации планов на 2020 год Олег Зверев внимательно выслушал послание Национальные проекты и послания президента страны задают основные направления 2019 год стал успешным для Самарской области по многим направлениям Но это не повод почивать на лаврах, задачи на 2020 год еще более масштабные Есть результаты, уже в 2020 году регион получит гарантированно 35,5 миллиардов рублей Вот такой еще прирост И я уверен, что мы еще дополнительные средства в текущем году получим Мы научились работать именно так, чтобы нам доверяли Нам нужно подтвердить это доверие с новым составом правительства Российской Федерации И это задача каждого министра В центре внимания человек, его благополучие, демографическая политика государства Ничто иное, как поддержка семьи В регионе сегодня действует 29 мер социальной помощи На которые в прошлом году из бюджета было выделено более 7 миллиардов рублей В 2020 будет на 2,5 миллиарда больше Строятся новые школы и детские сады Речь идет об увеличении рождаемости, а значит уже совсем скоро нужны будут дополнительные места Задач много, необходимо привести в порядок школьные пищеблоки Горячим питанием должны быть обеспечены все ученики младших классов Кроме того, в школы должны поступать только качественные продукты от местных производителей А чтобы жителям было проще ориентироваться в мире цен и скидок Глава региона предложил создать единую самарскую социальную карту Коллеги, давайте объединим усилия и интересы региона Всех жителей региона, я уверен Выпустим совместную единую самарскую социальную карту Организовав в дополнение к ней мобильное приложение Информирующее где, когда, в каких сетях, какие скидки есть И преимущества, которые можно получить А нам для органов власти появляется возможность информировать людей О тех мероприятиях, которые организуют на муниципальном, государственном уровне Чтобы через мобильное приложение по этой карточке человек мог бесплатно попасть И на концерт, выставку, спортивные соревнования, парад, какое-либо другое общественное мероприятие Предстоящий год будет богатым на события культурного направления Это год юбилея Великой Победы Забота о всех уровнях власти должна дойти до каждого ветерана Планируется открытие новых больниц и объектов социальной инфраструктуры Продолжится реализация нацпроекта формирования комфортной городской среды Ремонт и строительство дорог и сохранение исторического наследия Самары Труд людей должен быть гарантирован и эффективен В 2019 году на реализации нацпроекта производительность труда и поддержка занятости В Самарской области вовлечены уже 72 предприятия В 2020 году продолжится реализация проекта Здесь уже должно быть обеспечено участие в 84 средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей Кроме того, в 2020 году для симулирования увеличения инвестиций на приобретение и техническое переоружение Основных производственных фондов предприятиям-участникам Будет предусмотрено получение инвестиционного налогового вычета Законопроект в Губернскую думу по этой теме я внесу уже сегодня По темпам строительства жилья на душу населения Самарской области на треть опережает Москву В полтора раза превыполнен план расселения ветхого и аварийного жилья Решается и проблема долгостроев Самарская область вошла в число регионов, где создан региональный фонд защиты обманутых дольщиков Благодаря чему получены более 600 миллионов рублей Олег Зверев, Александр Шугаев, События Перед дольщиками одного из самых известных самарских долгостроев На Димитрово наконец наметились позитивные перспективы История проблемного объекта началась 16 лет назад За это время сменилось несколько застройщиков Но ни один себя не оправдал Сегодня же обеспечить дофинансирование стройки пообещало областное министерство Когда ждать счастливый финал, выяснила мэрия Елчан Люди, которые купили квартиры в этих многоэтажках, ждут новоселье уже 16-й год Сейчас обманутые дольщики региона принимают непосредственное участие в спасении собственных недостроенных жилищ Евгений Лернер в покупку квартиры вложил последние сбережения Мужчине даже пришлось продать машину и пересесть на общественный транспорт Говорит, свою часть сделки он выполнил Собрал весь пакет документов, оплатил всю сумму за жилье Это чистой воды аферная организация Полностью вся То есть вся деятельность ее построена на том, чтобы затягивать процесс строительства Выжимать как можно больше денег с дольщиков, субсидий с государства Объект начинал устроить компания «Единство» У нее не было ни четкого проекта, ни разрешения на строительство Через два года после начала работ фирма остановила строительство Дольщики быстро поняли, что рассчитывать нужно только на себя Создали некоммерческое партнерство и наняли подрядчика, который должен был закончить работы До середины прошлого года строительство продвигалось, но сегодня ситуация снова зашла в тупик по непонятной причине О своей беде дольщики рассказали областным властям В Министерстве строительства предложили достроить дом за счет региональных средств и с привлечением денег из фонда защиты прав участников долевого строительства Но для этого все дольщики должны стать членами ассоциаций, открыть специальный счет и погасить задолженности Как орган исполнительной власти пообещали каждому гражданину, пострадавшему на данном объекте, с одной квартиры, обращаю ваше внимание, потому что это закон Самарской области, до спинансировать завершение строительства Осложняет ситуацию и то, что нынешнему застройщику дольщики не доверяют и намерены его переизбрать, поскольку работы на объекте не ведутся Застройщик оправдывается причиной в изменившемся плане действий, который сейчас согласовывается с областным министерством Ассоциация не имеет сро, не имеет ресурсов для того, чтобы производить работу самостоятельно У нас была определенная договоренность с мелкими подрядчиками, что они после Нового года выйдут на работу определенные и будут работать за квадратные метры Но к этому моменту министерство предложило вот тот план, который оно предложило, и для того, чтобы не плодить дольщиков юридических лиц, которым последствия нужно будет доплачивать Они предложили пока эти договоренности отложить и действовать согласно того плана, который они предложили Если застройщика не перезберут, он обещает продолжить возведение дома в начале марта, в противном случае ситуация снова затянется на неопределенный срок Сейчас ситуация на контроле областного министерства. Для правительства Самарской области задача по решению вопроса обманутых дольщиков в числе приоритетных По итогам работы 2019 года в регионе исключены из перечни проблемных 12 жилых домов и удовлетворены права свыше тысячи человек Мэри Елчан, Николай Епифанов, События С сегодняшнего дня все школы области закрыты на карантин Дети приведены на дистанционный режим обучения Такие меры принято, чтобы эпидемпорог по заболеваниям гриппом и УРВИ не был превышен, как это происходит сейчас в соседних регионах Количество заболевших гриппом по России в последние дни резко увеличилось Наводит панику на людей и китайский вирус Но так ли он опасен, разбиралась Мария Левина В 77-й школе уроки сегодня идут по расписанию, хотя по виду так сразу и не скажешь Учитель алгебры Галина Костина молодой педагог в школу пришла 4 года назад Для нее работать с цифровыми технологиями только в радость Мне как учителю проще работать в таких условиях Самоосвоение этой технологии не такое сложное Здесь можно только один день посидеть, разобраться во всех возможностях, потому что возможностей очень много Перейти на дистанционный формат обучения с этого понедельника вынуждены все школы области из-за карантина Для 77-й школы такая работа с детьми посредством видеосвязи не новинка Она была протестирована во время прошлогоднего карантина, который, кстати, тоже пришелся на февраль Кроме того, все дети, которые учатся в субботу, занимаются здесь дистанционно Наша задача, как учителей, не прерывать образовательный процесс, сделать его более познавательным и интересным Поэтому неоценимую помощь здесь, конечно, играют дистанционные образовательные технологии Занятие отменили по распоряжению областного министерства образования Эпидемпорог по заболеваниям гриппом превышен в соседних областях Чтобы исключить заражение в Самаре, перестраховались К этому добавляется и паника из-за нового быстро распространяющегося китайского вируса Областной Роспотребнадзор выработал профилактические рекомендации В частности, в местах общественного скопления, например, на вокзале, желательно использовать медицинские маски На инициативу откликнулись далеко не все пассажиры Почаще стараюсь как-то в общественных местах не находиться Если нахожусь, то маски покупаю Большинство же опасности не видят, считают ситуацию с заболеваниями сезонной Маски не защищают, маски должны носить больные Соблюдать меры предосторожности стоит, но паниковать нельзя, уверены врачи Прославившийся на весь мир коронавирус относит к обычным вирусным заболеваниям Семейство коронавирусов включает 30 видов До сегодняшнего дня для человека опасными были 4 вида Они поражали в основном верхние дыхательные пути Сегодня же весь мир заговорил о пятом виде Но эксперты утверждают, что для человека он опасен не больше, чем обычный гриф Не должно быть какой-то паники у населения Среди тем, что мы не знаем, как это делать Либо это заболевание, этот вирус вызывает повышенную летальность Нет, все как обычно Даже я бы сказал, что процент летальности от этого заболевания меньше, чем по статистике От обычных острых респираторных инфекций У нас есть все средства для диагностики и для лечения таких пациентов, если они будут Осложнение коронавирус может вызвать только в случае, если у человека есть хронические заболевания Например, диабет Если же человек ведет здоровый образ жизни и не жалуется на здоровье Переболев коронавирусом, он, что называется, не почувствует разницы И тем не менее, в Самарской области решили перестраховаться Прилетевших из азиатских стран пассажиров дважды проверяют с помощью тепловизора Он измеряет температуру тела В России китайский вирус пока выявлен у двух человек Они помещены на двухнедельный карантин Именно столько длится инкубационный период До Самары зараза не добралась Школьникам отдыхать осталось не так много Со следующей недели, 10 февраля, придется снова собирать рюкзаки и садиться за парты Мария Левина, Николай Пифанов, События Уборка снега и качество холодной воды – две главные темы, которые сегодня также волнуют самарцев, обсудили на совещании в мэрии И с тем и с другим обещают разобраться А Лариса Шалафаст обо всем по порядку Сильный снегопад, накрывший Самару, продлится до среды По прогнозам синоптиков, атлантический циклон принесет в Поволжье снег и дождь с порывистым ветром При этом температура воздуха не опустится ниже ноля Из-за ухудшения погоды особое внимание – уборки самарских улиц На еженедельном совещании в мэрии руководитель департамента городского хозяйства и экологии отчитывается За сутки на уборку снега вывели больше 500 машин и почти 300 человек На полигоны вывезли почти 10 тысяч тонн снега Глава города Елена Лапушкина поручила усилить работу по очистке тротуаров, подходов к больницам, школам, детским садам Особенно оперативно очищать крыши и дворы Пришло время усиленно поработать Поэтому на особые контроли обращаюсь в главы внутригородских районов Очень много жалоб уйдет по внутриквартальным территориям, по очистке Здесь тоже подключайте совместно с управляющими компаниями, тоже лично контролируйте Еще одна важная тема – качество воды От самарцев в социальных сетях все чаще начали поступать сообщения о том, что вода из крана течет желтого цвета Представитель ресурса снабжающей организации пояснила Изменение цвета связано с резким повышением уровня воды в Волге осенью и аномально теплой зимой Все, что было скоплено на берегах, в том числе растения, все у нас было смыто в Волге Все помнят ситуацию в декабре, что Волга, кстати, тоже была спровоцирована Это как раз и дефактор Потому что Волга стала становиться под лед, уровень уже упал И все, что было смыто с берегов, оно спровоцировало образование кристалловой льда Вот этой льдовой швеи Эта ситуация впоследствии под льдом спровоцировала химическое разложение половинок и вещественных Это то, что тогда средства распад и молочная вода Вы можете обратить внимание, что сейчас Волга нет желтоватого количества цвета По каждому обращению проводят проверку С 1 января на предприятии введен усиленный лабораторный контроль на всех этапах подготовки воды Специалисты говорят, за качество воды ручаются Желтизну можно убрать, добавив при очистке больше хлора Но процент реагента решили не повышать Ситуацию возьмет под контроль и Департамент городского хозяйства и экологии В ближайшее время всю необходимую информацию предприятие передаст Также глава города проверит технологический процесс на НФС во время объезда районов Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События Две поездки по цене одной Сегодня утром в Самаре начали курсировать так называемые М-шаттлы Они довозят пассажиров от автобусных остановок до метро Таким образом можно избежать лишних пересадок, сократить время пути и сэкономить деньги Для проезда в таком автобусе в метро нужно приобрести единый билет за 29 рублей Расплатиться можно только транспортной картой Оплата за проезд проходит при посадке в автобус, в метро платить не нужно На каждой станции установлен специальный турникет, которому нужно приложить транспортную карту Деньги с нее списываться не будут Для удобства граждан на каждой станции будет дежурить консультант, который поможет разобраться в новой системе Пока маршрутов 4 от ЖД вокзала с пресечения Пензенской и Владимирской до метро Московская От кинотеатра «Луч» и общественной остановки магазин до станции «Юнгородок» Городские власти не исключают, что позже количество маршрутов может увеличиться Долго ждать шаттлы не придется, они курсируют каждые 10 минут утром с 6.30 и до 9.30 и вечером с 16.00 до 22.00 Очень удобно будет, наверное, людям, которые живут далеко и с пересадкой Я думаю, что это будет очень удобно, конечно, очень хороший вариант Дай Бог, чтобы это было, прижилось в нашем городе Конечно, удобно, я думаю Люди выходят из ЖД вокзала, доходят отсюда и едут до метро А метро облегает весь город Я считаю, это очень удобно 200 дней смертельного сражения на берегах Волги, Красной Армии и гитлеровских войск В Самаре отметили 77-ю годовщину победы в Сталинградской битве По длительности и размаху она стала одной из крупнейших в истории Великой Отечественной Отдать дань памяти павшим и выразить благодарность ныне живущим героям На Площу Славу пришли первые лица 63-го региона Репортаж Мариил Чан Сергей Сергеевич Алехин – участник Сталинградской битвы Как и многие подростки военного времени, в неполные 16 лет добровольцам ушел на фронт Прибавив в себе лишний год, чтобы защищать родину Среди боевых знаков отличия – ордена Красной Звезды, Великой Отечественной войны, медали, нашивки, заполученные ранения Вместе с боевыми товарищами в 43-м он разбил немецкие войска под Сталинградом Я хочу сказать, что наша армия все-таки настойчиво стояла до самых, как говорят, губинной души, сплоченная И разгромили эту фашистскую нечисть Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года победой советских войск над немецко-фашистскими захватчиками Сражение продолжалось ровно 200 дней и ночей В этой битве с обеих сторон участвовало почти 3 миллиона человек В памятную дату около горельефа, скорбящей матерью родине, собрались сотни людей, чтобы отдать дань памяти защитникам города-героя Возложили цветы к вечному огню на площади славы городские и областные власти Спасибо вам, что вы помните Спасибо, что эта память о нашей великой победе О великих сражениях, отечественной войны передается новым поколениям Вечная слава защитникам Отечества, героям-победителям Вечная память павшим героям Почтить память героев пришли юно-армейцы и курсанты Каждый из них принимает активное участие в военно-патриотических мероприятиях В том числе в параде победы и параде памяти Это такая память, которая, наверное, будет сохраняться годами, никогда об этом нельзя забывать Всегда это нужно помнить обязательно Ну, важно, наверное, потому что многие люди за это отдали жизнь В праздничную дату в Самаре прошла серия памятных встреч Литературный вечер устроили члены молодежного правительства Школьники и студенты читали известные литературные произведения на военную тему На наш взгляд, школьники и студенты должны знать произведения прошлых лет Не только из-за того, что это нужно по школьной программе А из-за того, что война приходила в каждую семью И каждый из нас – это часть того, что защищало нас По словам организаторов, сохранение памяти о Великой Победе важно для современной молодежи Поэтический вечер – это только начало К юбилейной дате активисты готовят встречи с ветеранами и флешмоб «Мы помним» И на полях, одетых мглою И тончи опустились на землю И друг друга с бешенством гоня Нет, этого я не забуду дня Мэри Елчан, Григорий Пешаков События Первые выпускники Самарского кадетского корпуса становятся на профессиональный путь Будущие блюстители закона встретились с депутатом Госдумы Александром Хинштейном С ребятами, которые хотят связать свою жизнь со службой в системе МВД Пообщался и Анатолий Головко Отец Никиты Ивакина погиб при исполнении служебных обязанностей в 2005 году Молодой человек решил продолжить дело отца и поступил в кадетский корпус в 2014 году Сейчас он мечтает продолжить обучение в Краснодарском университете МВД России И связать жизнь со службой в ГИБДД Выпускник ставит перед собой самые амбициозные цели Наверное, как все мальчишки, мечтают стать генералом Но хотя бы это полковник, это служить, там уже видно будет, что по жизни, куда идти В кадетском корпусе учится и сын Анны Гордеевой Женщина во всем поддерживает своего ребенка В этот день она пришла на встречу с депутатом Госдумы одна Ее сын Кирилл получил травму на соревнованиях по легкой атлетике И не смог задать вопросы парламентарию Учебным заведением Анна довольна Говорит, выпускники кадетского корпуса смогут претендовать на поступление в лучшие вузы страны Естественно, есть амбиции на Москву Нижегородская академия МВД, экономическая безопасность То есть это уже выбрано Учится он отлично Одним из инициаторов создания кадетского корпуса в Самаре Стал депутат Госдумы Александр Хинштейн Он рассказал ребятам о российских вузах в системе Министерства внутренних дел Отношение мое к кадетке, к тем, кто учится здесь Такое же, какое, наверное, должно быть и любого родителя, к своим детям Мне не безразлично, как сложится судьба у этих ребят Которые пять с половиной лет назад впервые прошагали здесь на плацу Уже в далеком 2014 году Первые выпускники кадетского корпуса Это 43 человека в большинстве своем Решили поступить в вузы МВД Пятеро планируют пойти по военной стезе Анатолий Головко, Григорий Плешаков, События Спортивный туризм докатился и до Самары Более тысячи лыжников со всего света приехали на гонку Соколи-горы Было три старта, один из них прошел после захода солнца Под фонарями и звездами экстремалов увидел Сергей Кизоркин Лыжная гонка Соколи-горы проходит в Самаре Восьмую зиму она стала настолько популярной, что появилась ее ночная версия На старт вышло около двухсот спортсменов Есть гости даже из Японии и Швеции Владимир Пивень и Александр Туркот приехали на ночную гонку в Самару из Казахстана Друзья рассказали, что таких соревнований они еще не видели Впервые спортсмены побегут на лыжах под свет головных фонариков Прекрасное настроение, все, кураж есть, желание есть, лыжи катят, значит все пойдет Ночная гонка это первый этап из трех стартов соревнований Соколь-горы Спортсмены бегут две дистанции, пять километров начинающие и женщины, десятку мужчины Это очень зрелищное событие, потому что оно проводится уже очень давно у нас, уже такое традиционное И очень красиво все это выглядит, когда несколько сотен лыжников уходят в лес с фонариками, когда пробегает финишный створ У кого не получилось выиграть ночную гонку, попытали спортивное счастье в субботу и воскресенье Их ждали семь дистанций, на любой вкус и уровень подготовки, от 10 до 51 километра Стартовали участники в 11 утра Вот одно из самых статусных мероприятий, которое привлекает огромное количество людей, не только, оно не локальное Оно уже не с вами международный формат, фактически, да, поэтому это его и есть особенность И организаторы большие молодцы, потому что они кладут огромное количество усилий для того, чтобы развивать Именно этот формат, я уверен, что он не остановится и с каждым годом будет все более насыщенным И будет привлекать гораздо больше участников, постоянно расти И в конечном итоге мы станем, наверное, самым значимым событием Российской Федерации За три гоночных дня на трассы вышло более тысячи участников Лыжники представляли половину регионов России Были среди претендентов на медали и зарубежные спортсмены из шести стран мира Соколий Гор – это, безусловно, самые престижные сейчас лыжные старты, которые проводятся в Самарской области Мы очень этим гордимся Эти старты даже завоевали второе место в туристической премии Russian Event Awards И это большая гордость и честь для нашего города Самара постепенно становится мекой спортивного туризма Ведь кроме гонок, лыжников в свободное от стартов время ждали экскурсии по городу и обширная развлекательная программа Сергей Кизоркин, Константин Головин, Николай Сидоров, События На этом наш выпуск завершен Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона Смотрите передачи Самара Гист на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе Удачи вам, увидимся Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»